Добро пожаловать в Соломис, древний город-государство, руины которого находятся всего в 9 километрах от Фомагусты. Мое предыдущее видео было как раз о старом городе Фомагуста, ссылку оставлю в комментарии. Мы с вами на Северном Кипре. Не первый раз считаю, что, согласно мифу, основателем такого-то города считается такой-то герой Троянской войны. Куда ни глянь, всюду основали те, кто брал Трою. Но перебор с этой однотипной легендой, не исключая Соломис, который по легенде якобы был основен неким Тевкром, участником Троянской войны, сыном Теламона, братом знаменитого Аякса. Вообще считается, что Троянская война была в начале XII века до н.э., а самые ранние археологические находки в Соломисе относятся к XI веку до н.э., то есть через 100-150 лет после войны. Какие уж там ее участники. Но Троянскую войну следует, пожалуй, воспринимать как глобальную войну Запада и Востока, по окончанию которой победившие народы Запада хлынули на территорию Малой Азии и Восточного Средиземноморья. Те самые народы моря, включая протагреков, которые захватывали и разрушали на своем пути поселения и города чуждого им мира. Сразу после Троянской войны прибывшие ахейцы могли застать только более древний город Алашия, руины которого находятся в двух километрах отсюда, на окраине деревни Энгоми. Тот город и стал добычей вновь прибывших народов. Но руины Алашии и Энгоми я пока не смог найти. Спросил у местных жителей, и они ответили, что это на западной окраине деревни. Будет что поискать в следующий раз. Вернемся к Саламису. Итак, в XI веке до н.э. эти места заселили протагреки-ахейцы. В XIX веке до н.э. Кипр попал под власть Ассирии, а Саламис в ассирийских надписях упоминался как одно из 12 городов-государств Кипра данников ассирийского царя. Затем властителем Кипра стала персидская держава Ахименидов, а греки приступили к экспансии на восток, основав колонии в Малой Азии и Сирии. Саламис был одним из них. Через него шла вся торговля Кипра с Египтом, Финикией и Киликией. Политическое значение города было столь велико, что с завоеванием города во власть завоевателя переходил весь остров. Саламис дважды был местом битвы между греками и персами в V и IV веках до н.э., пока не отошел к грекам после побед Александра Македонского. После смерти Александра война Диадохов не обошла Саламис стороной. В 306 году до н.э. Саламис был местом сражения греков с греками между флотами Деметрия I Македонского и Птолемея I Египетского. Деметрий выиграл ту битву и захватил остров. Интересно, что при описании войны говорится, что Деметрий создал новые устройства, к примеру, крупную осадную башню Гелеполу длиной 45 локтей, около 16 метров и высотой 90 локтей, 40-42 метра. То есть Саламис был окружен крепостными стенами. Честно, я остатки стен не увидел, хотя разные источники пишут, что они есть. В 58 году до н.э. Кипр попал под власть Римской республики. К тому времени Саламис перестал быть столицей Кипра, когда его заменил Пафос, но его богатство и значения не уменьшились. Мы сейчас с вами в культурном центре Саламиса, сформированном в римский период, где расположены гимназия, театр и общественные бани. Руины здания гимназии как раз сейчас перед вами. Это место для гимнастических упражнений. Один из фундаментов колонн гимназии выполнен в форме сердца. Я не смог найти нигде, для чего и когда это было сделано, но если вы знаете, прокомментируйте, пожалуйста. Вокруг гимназии много примечательных сооружений. А это здание общественного туалета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На руинах римских бань можно увидеть конструкцию полов садов. Обогревом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Театр относится к эпохе августа. Это первый век до нашей эры. Он мог вместить до 15 тысяч зрителей, но был разрушен в 4 веке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько землетрясений привели к разрушению Соломиса в начале 4 века. Однако город был перестроен под именем Констанция, римским императором Констанцием II. Заиливание гавани привело к постепенному упадку города. Соломис был окончательно заброшен во время арабских вторжений в 7 веке. Жители этого города переселились в Арсиною, то есть в Фомагусту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учитывая сколько плитки требовалось для укладки полов, оформления бассейнов, то это было реально производство плиточное. Глядя на вот это все, очевидно, что античный мир не был каким-то отсталым. Он работал на станках и оборудовании. Это видно по всему мрамору, который здесь есть. Это колонны, это оформление полов. Вот эти каменные изделия. Это не очень ручная работа. Это станки и оборудование. Посмотрите, насколько идеально оформление колонны и насколько идеальна обработка ее поверхности. Мне кажется, что по масштабам античный мир создал, наверное, сотни тысяч колонн. В ходе первого миссионерского путешествия апостол Павел и уроженец Кипра апостол Варнава сделали Саламис своим первым пунктом назначения. Предание гласит, что Варнава был забит камнями в Саламисе примерно в 61 году н.э. Его считают основателем Кипрской церкви. По преданию, его кости находятся в соседнем Саламисом монастыре, названном в его честь. На том месте, где нашли тело Варнавы, установлена вот эта часовня, а тело святого, оно было похоронено в пещере под этой часовней. В самом же монастыре Святого Варнавы сейчас расположен археологический музей, и музей икон. Саламисом монастыре Святого Варнавы сейчас располагает музыку, тоже рисует надежат, чем в mah AF. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами А мы вас будем угощать красивыми путешествиями Добавил субтитры DimaTorzok